Утренний эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжается. Как всегда, новый день встречаем вместе. Это программа «Утренний фреш». Я, Павел Михно, расскажу о некоторых культурных событиях Гомеля и познакомлюсь с другими интересными новостями. Для начала о погоде. Сегодня на территории Гомельской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируется. Столбики термометров поднимутся до 20 градусов тепла. Ветер северо-западного направления скоростью до 9 метров в секунду с порывами до 15. Начнем сегодняшний выпуск с актуальных культурных новостей. В областном центре открылась выставка фотографий «Само совершенство». Автор Олег Белоусов посвятил экспозицию женской красоте, которая вдохновляет поэтов, художников и фотографов на создание неповторимых образов. Познакомиться с работами фотомастера можно в музее истории города Гомеля. Не пропустите. Вальс цветов. Выставка под таким названием открылась в областном центре. На ней цветы и пышные букеты, которые завораживают не только красотой, но и реалистичностью. Ведь многие полотна похожи на фотографии и даже кажутся осязаемыми. Притягательность и нежность изображенных растений объединяют все работы, а написаны они учащимися Гоменского государственного художественного колледжа. Авторы заверяют, что посетители выставки смогут получить заряд радости и бодрости, который дарит сочетание живописи и природы. Экспозиция доступна в Российском центре науки и культуры в Гомеле до 31 августа. В областном центре народного творчества открылась выставка под названием «Авторская керамика». Инициаторы проекта – гомельские керамисты, которые активно показывают свои работы в экспозициях. И теперь семейная мастерская Яна Коноваловой и Константина Шевцова представила новая серия скульптурных композиций и фарфоровую посуду. Александр Новгородский демонстрирует панно и уникальные музыкальные инструменты из глины. Также, кроме керамических изделий Тамары Дмитриевой, на выставке можно увидеть работы ее воспитанников. Это панно, бюсты, архитектурные композиции и разные малые формы. Центральная городская библиотека имени Герцена запустила новый онлайн-проект под названием «Олесины сказки». Он познакомит гомельских ребят с лучшими белорусскими сказками. А читать их будет девушка по имени Олеся. Проект предлагает малышам интересно использовать и провести свободное время перед дневным сном. Подрастающему поколению предлагают послушать белорусские сказки и насладиться звучанием родного языка. Детей и их родителей ждут онлайн на сайте учреждений и на ютуб-канале библиотеки в полдень по понедельникам, средам и пятницам. Завтра в областном центре откроется выставка «Два мира, две страны». Автор Станислав Янчарский. Фотографии, которые в этот раз увидят гомельчане, сделаны во время путешествий в Иран-Инмьянму в 2019 году. Автор выставки много путешествует по нашей планете. Побывал в 48 странах мира. Причем многие из этих поездок организованы в фототуры. Их результаты фотограф представляет на выставках в Беларуси и за ее пределами, участием в фотоконкурсах и в издаваемых книгах. Для автора важна реальная история о людях и событиях, которые он рассказывает через объектив своего фотоаппарата. Так что не пропустите. К другим интересным новостям. В США девушка записала на видео медведя, который, быть может, намеревался уехать из леса на автомобиле. Автор этого видео убиралась в машине. В какой-то момент ей пришлось уйти в дом. Там зазвонил телефон. Но спустя пару минут услышала, что кто-то стал сигналить из автомобиля. Ситуация, которую девушка увидела, выглянув в окно, одновременно развеселила ее и напугала. На водительском месте сидел медведь. Он залез в машину, а выбраться не сумел. За ним захлопнулась дверь. Стало понятно, что без помощи косолапый не выберется. Пришлось его выручать и идти открывать багажник. Через него Мишка и удалился в освояси. И еще одна забавная история, связанная с автомобилем. В Италии одна девушка получила уведомление о превышении скорости. Как вы думаете, на сколько? Сразу в 10 раз. Как так могло получиться? Да, история забавная и в то же время неприятная. Итальянка ехала по городу. И на ее пути встретилась неисправная дорожная камера. Она зафиксировала, что автомобиль двигался со скоростью 703 км в час. Полиция решила не проверять данные и выставила штраф в 850 евро. Также на счету автомобилистки появились и 10 штрафных баллов. Что интересно, правоохранители не смутил тот факт, что максимальная скорость машины 250 км в час. Водительница не согласилась с таким вердиктом и будет оспаривать штраф. А этот случай произошел в Норвегии в конце июня. Одноместная жительница за 10 дней наловила большое ведро комаров. Возникает вопрос, зачем? Но когда хозяйка дома принялась собирать насекомых, она поняла, что ей понравилось это сезонное занятие. А скорее всего ей просто стало интересно, сколько насекомых залетает в ее дом. Помогла женщине в сборе такого урожая специальная ловушка. К слову, заполнилась она всего за несколько дней. В итоге фотографиями своей коллекции дама поделилась с пользователями сети. А те, в свою очередь, подумали, что это может быть какой-то необычный чай или сушеная ромашка. Но скрывшаяся правда привела их в замешательство. Уж очень милые кадры удалось заснять во время прогулки в Великобритании. Хозяева двух мопсов просто прогуливались, когда из лесной чащи вышел неожиданный гость. Это был маленький олененок, который решил найти друзей. Увидев двух мопсов, он направился к ним. И каково же было удивление хозяев, когда одна из собачек и маленький лесной житель нашли общий язык. На камеру точно нужно было снять то, как олененок и мопс обменялись поцелуями. А это видео сняла хозяйка одного из бульдогов в США. Девушка вместе с питомцами прогуливалась по пляжу. Собаки бегали, резвились, правда, до того момента, пока одна из них решила зачем-то взобраться на крутой песчаный холм. Маленький бульдог разбежался, но короткие лапы начали утопать в песке. Еще мгновение, и пес покатился бы вниз. И именно в этот момент на помощь примчался его верный товарищ. Бульдог покрупнее, без проблем вскочил наверх и принялся помогать другу. Сначала он попытался схватить его зубами, но передумал и вцепился в ошейник. Так собаки оказались на холме и продолжили свою веселую и резвую прогулку. Как всегда по вечерам в нашем эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Это рассказ о ярких событиях и жизни Гомеля и Гомельской области. Разговор на актуальные темы с интересными гостями в студии. Сегодня вечером смотрите новый выпуск. Включите телеканал «Беларусь4Гомель» в 20.25. Не упустите хорошую возможность. Приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Как провести летнее время с пользой и своими идеями на этот счет, мы попросили поделиться гомельчан. В ответ услышали немало дельных советов и проверенных вариантов, что важно практически незатратных финансово видов времяпрепровождения. Было бы желание. Добрый день. Я Дмитрий Трусов. Я представитель общественного движения «Велогомель». Я занимаюсь развитием велосипедного движения и велотуризма в том числе. Приблизительно с студенческого возраста я начал этим интересоваться. Более старшее поколение рассказало про велотуризм. И с этого момента, можно сказать, началась такая активная жизнь, когда не представляешь свою жизнь уже без велопоходов или похода выходного дня. Полезно, потому что, во-первых, это здоровье. Вы не сидите в машине, не едете в поезде. Вы постоянно нагружаете свой организм удобной для вас нагрузкой. Вы выбираете тот маршрут, который вам интересен. Он может быть красив, интересен, безопасен. Есть различные группы в ВКонтакте, например, в Фейсбуке, где люди компонуются по своим интересам. Это может быть группа «Велогомель» наша, это может быть группы БФСО, это походы, они могут быть водные, пешие, велосипедные. То есть люди, опять же, ищут таких же людей, идейных, интересных по своим интересам. Хотелось бы пожелать всем гомельчанам и гостям города, чтобы вы просто больше путешествовали, больше узнавали свою родную страну, ну и опять же, ездили за пределами нашей страны. Это очень интересно, очень классно. Узнавайте новые места, узнавайте новых людей и ведите здоровый образ жизни. Новый день с вами встречали «Утренний фрэш» и я, Павел Михно. Как всегда, хочу пожелать, чтобы ваш день был легким и продуктивным, а настроение солнечным. Хорошего дня! Субтитры один — Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...